Привет! Как вас много? А что вы там жуёте? А я думал, трофейную тушёнку. Ну, хватит уже. Отвлекитесь от тройбезы. И давайте представим. Вы богатый промышленник, да-да? Везёте на прекрасном паруснике парчу и специи. Плыть далеко, в каюте тепло, море кругом, красота. И тут в один из дней в вашем трюме крысы начали грызть ваши драгоценные ткани и гадить в специи, как избавиться от этих тварей. А вы сажаете в одну бочку пять крыс, закрываете их там на несколько недель, пока в бочке не останется один единственный крыс, с голодухи зажравший своих братьев. И теперь у нас есть кто? Правильно, крысиный лев, который из всех блюд предпочитает что? Правильно. Мясо с моих сородичей! А вы запускаете его в трюм. Всё гениальное просто. Хомячки, волки и некоторые кошки поедают только что родившихся детёныши. Это нормально. Мышки-лемминги, совершающие массовые самоубийства, если корма недостаточно, это тоже нормально. Мало того, мясо представителя вашего же вида усваивается значительно лучше, чем любая другая пища. По причине схожести белкового и соляного составов жертвы едока. Кстати, каннибализм, как культурный феномен, никогда и никуда не исчезал. Всем прекрасно известны такие его разновидности, как религиозный и сексуальный. Ну а это экзотика для любознательных и узких специалистов. Нас же, истинных гуманистов, отбросивших и вздорные предрассудки, и переменчивую мораль, куда больше интересует экономический аспект. Так что, внимание. Самая глобальная проблема человечества это не потепление, а перенаселение и острая нехватка еды. За последние 50 лет на Земле родилось и умерло столько же людей, сколько за всю историю человечества до этого. То есть, нас становится мукуратом. Понимаете, о чем я? И недалек тот страшный для слабаков день, когда все поймут. Мы — это корм для нас же. Причем в недоразвитых странах поедание человеками человеков будет происходить хаотически по принципу «кто кого поймал». Ну, как у них происходит процесс совокупления? А в цивилизованных государствах этот процесс должен быть и, несомненно, будет поставлен на промышленные рельсы. Только представьте себе. Просторные светлые фермы, где в комфортабельных боксах по новейшей технологии выращивается отборный двуногий скот. Кстати, животные, которые позволяли себе стать едой, выходят победителями в страшной межвидовой битве за контроль над планетой. Вы знаете об этом? Вот сколько на Земле тигров? Единицы. А львов? А медведи? Все на счету. А теперь давайте подумаем, сколько на Земле коров? Их в полтора раза больше, чем людей, понимаете? А теперь внимание. Вы когда-нибудь задумывались, кто уже начинает выращивать себе на прокорм нас с вами? Ведь уже сейчас идет психологическая и социологическая подготовка. Смотрите. Выращивание стволовых клеток. Раз. Использование сыворотки из аппартированного материала. В медицине. Два. Популярные фильмы про живых мертвецов, питающихся друг другом. Три. Законы об эвтаназии. Четыре. Шаверма. Или шаурма. Из не пойми чего на каждом углу. Пять. Вы точно знаете, что в ней? И не стоит бояться этого светлого будущего. Никакой кризис нам никогда больше не будет страшен. И всякие веганы с зелеными останутся довольны. Никто не обидит больше их любимых зверушек. Впрочем, не пойдут ли веганы с зелеными в первую же партию универсального белкового пайка? Подумайте. На досугу. Субтитры создавал DimaTorzok